Мужчина живет в частном доме на улице Звездная в микрорайоне Мостовая. По дворе разводят животных. Есть у него и куры, живут две собаки и кошка. Но главным богатством семьи Фахердинова были его овцы, бараны и ягнята. Не на продажу, а для себя и родственников. Он полицейский на пенсии, бизнесом заниматься не хочет, говорит, на все хватает. В эти выходные Ульяновец лишился всех 13 баранов. Стая диких собак ворвалась в загон и разодрала поголовье. Это было ночью, все происходило тихо. На утро заводчик обнаружил своих питомцев, все израненные в судорогах. Некоторые из них уже не подавали признаков жизни. Баранов разорвали в этом загоне. Бродячие собаки проникли сюда через эту дверь. Сначала подкопали внизу, потом отогнули сайдинг. Сейчас фергать его уже восстановил. Вот эти поддоны до сих пор выглядят как жертвенный алтарь. Все в крови и в кусках шерсти. Все, что осталось от барашков, это головы, туши и ноги, сложенные в холодильник. Готовить это мясо пока что нельзя. Образцы тканей находятся на экспертизе. Есть вероятность заражения бешенством. Бродячие животные в микрорайоне Мостовая – местная давняя проблема. Пока что неразрешенная. Я вот до двух часов, с двух до четырех, именно в этот момент, как бы, полнолуние, что ли, у них, я не знаю. Вот я вот не сплю уже в третий день, жду, как собаки начинают лаять, выхожу. Они вот пробегаются, как эти собаки, вот, тук-тук-тук, толпы правая их, они исчезают. Дом Фахердиновых охраняет верный дворняга по имени Дик. Пес до сих пор в шоке, по словам хозяина. А за популяцию бродячих собак отвечают городские власти. Стерилизация и чипирование входят в обязанности муниципалов. В Мостовой регулярно происходят инциденты с бродячими собаками. Перечислять можно долго. Мало того, случается и так, что бездомные псы вместе с домашними организовывают хостатые ОПГ. Может, вот тут недавно, говорю, задрали 13 советцев. Да, потом дальше, что тут? Задрали кур полностью совсем, и птенцов. У Лилии Журавлёвой задрали, говорят, кроликов. Вот, сами не понимаем, что это, потому что, говорят, вроде нашествие диких собак. Но есть опасения, что ещё диким признятся наши, как сказать, собаки домашние. Потому что, ну, мы с тобой, есть такая болезнь, что люди спускают собак, они бегают тоже по территории. Поэтому, скорее всего, собираются собаки в стаи, и вот нападать начинают уже на домашних, на скотину. За домашними должны следить хозяева, а вот за остальными обязаны приглядывать чиновники городадминистрации. Тем временем, потерпевший написал заявление в полицию и планирует обратиться в прокуратуру Ленинского района города Ульяновска.